Успешного развития туризма есть как минимум три главные составляющие. Богатая история, культурное наследие, точечный маркетинг и развитая инфраструктура. Но все это теряет смысл, если в стране есть кадровый дефицит. Для казахстанцев, которые решили связать свою будущую профессию с туризмом, есть отличные новости. В сфере образования грядут большие перемены. Сегодня в программе узнаем и покажем, как изменить подготовку специалистов для сферы туризма. Спасибо. Не буду томить, открою вам сразу все карты. С нового учебного года в стране запускают Международный университет туризма и гостеприимства. Помимо привычной программы бакалавриата, там создают образовательный центр. В нем желающие смогут пройти курсы от швейцарских школ Le Roche, SHL, а также Академии Всемирной Туристской Организации при ООН. Для тех, кто не в курсе, это не просто набор иностранных звуков, а авторитетные учебные заведения с вековой международной историей. И обучаться по их программе – это значит взрастить в Казахстане новое поколение топовых менеджеров в сфере туризма. Около 60 вузов, даже 60 с копейками, вузов полноценных готовят специалистов в сфере туризма. На самом деле количество достаточно большое, но далее трудоустройство этих выпускников никто не отслеживает. И насколько нам удалось погрузиться в детали этого вопроса, получается так, что 60 вузов имеют факультеты туризма, но ни один из них не имеет производственной базы. А образовательный процесс в сфере туризма, он до 70%, до 75% состоит из практических занятий. И получается, выпускник имеет теоретические знания, не имея прикладные навыки. Вот насколько это эффективно, мы видим, что неэффективно. Вот, собственно, поэтому вопрос на самом высоком уровне, видимо, и был поднят по созданию Казахстанского международного университета по гостеприимству и туризму. У нас есть практиканты, учащиеся местных колледжей, с которыми у нас заключен меморандум о сотрудничестве, то есть мы с ними работаем на постоянной базе. И в последнее время, где-то в течение двух лет, к нам поступают запросы на прохождение полугодовой практики с таких известных колледжей, как Ле-Роше, Швейцария. Это наши местные казахстанские студенты, которые получают обучение там по специализации туризм. Конечно, имеются некоторые отличия. Большое внимание уделяется внимательность по отношению к гостям. Понятие командной работы, стремление совершенствовать профессиональные навыки. Конечно, уровень английского профессионального намного выше. Почему? Потому что у них там обучение идет на английском языке. Здесь у местных колледжей, скажем так, программа требует корректировок. Вот мы работаем с колледжем Каспотребсоюз, и мы вносили рекомендации по внесению изменений в рабочий план именно, допустим, по английскому языку. Почему? Потому что требуется все-таки более профессиональный английский в сфере гостеприимства, именно с отельной лексикой, который связан. Главное, чтобы у человека была натуральная способность обслуживать людей. А все остальное мы научим. У нас прекрасные есть и программы обучения, и программы коуча, и так далее, и тому подобное. Если ты выбрал правильного человека, то ты можешь совершенно спокойно из него сделать профессионал. А когда в Казахстане практически каждый исторический, генетический является гостеприимным человеком, это в крови, то тут это облегчило нашу задачу вхождения на рынок. Я заканчивала в 2003 году, закончила политехнический колледж. Вышла со специальностью менеджера-организатора гостиничного бизнеса. Во время обучения нас отправляли в лучший отель «Пятизвездочный Интерконтиненталь» на обучающую практику, где нас обучали полностью наши все профессии и специфики нашего колледжа. Не буду хвастаться, проявила с хорошей стороны. Во время практики меня сразу пригласили в Интерконтиненталь на работу на позицию горничной. Сюда пришла я тоже по приглашению в хозяйственный отдел с супервайзером. В данный момент я занимаю позицию ассистента-менеджера хозяйственного отдела, то есть я работаю полностью по специальности. Будь я работодателен, я бы лучше взял человека на работу с короткими курсами переподготовки, но известной школой, которой сто лет, нежели специалиста, который имеет диплом бакалавриата, но какого-то вуза, который не имеет практической базы, допустим, что сегодня у нас очень повсеместно. Будь я выпускником школы, которая стоит перед выбором, я бы, наверное, тоже сейчас не стал бы тратить время и пошел бы на 7-месячные курсы, получил бы сертификат, устроился бы в систему международных отелей. Очень интересно для молодого специалиста. Ты постоянно путешествуешь из отеля в отель, очень динамично растешь, и в конце концов ты по-любому станешь как минимум менеджером отеля. Вот. Просто из тех менеджеров отелей, которых я знаю, все они прошли через переподготовку и начинали барменами или официантами. 60% практик и только 40% теории по такому принципу будут обучать студентов в создаваемом Международном университете туризма и гостеприимства. Это значит, что сидеть на лекциях будущие специалисты будут гораздо меньше. Вместо этого им дадут возможность самостоятельно управлять отелями и ресторанами, а также придумывать новые туристические маршруты. Все это, как ожидается, поможет восполнить практический пробел, который существует сегодня. На сегодня Казахтуризм предложил свою модель, изучив опыт разных академических программ в сфере туризма, разных стран. И наиболее сбалансированно, правильным подходом в этом мы нашли опыт Грузии. А вот чем все-таки зацепила эта модель грузинская у вас? Что есть? Тем, что на базе частного университета, у них частного, в нашем случае это будет государственный университет, мы создаваем. И им удалось за 7 лет договориться с очень известными, самыми лидирующими школами в Швейцарии. Это школа для РОЖ, которая является общепризнанным в Гарвардном сфере образовательных программ по туризму. Вторая школа это АСХЛ, также школа со 100-летним опытом, которая выпускает топ по топовым, наиболее востребованным программам студентов. И третий компонент это Академия ЮНВТО, Всемирная туризмская организация при ООН. Эти три бренда объединив под одной крышей, у Грузии получился очень хороший опыт. И мы сегодня предлагаем его перенести. Я убежден в том, что развивая туризм, надо как минимум три вещи точно иметь или развивать. Первое, это туристский ресурс, это объекты. Гостиницы, исторические места, музеи, автодороги, инфраструктура. Туристская инфраструктура и инфраструктура доступности. Имея это, мы должны это продвигать. Это вот чем занимается казахтуризм больше всего. И третье, это человеческий ресурс. Туристский ресурс, хорошо, но без человеческого ресурса его не разовьешь. Имея то и другое, но не имея рекламы, о нас никто не узнает. И вот я думаю, вот эти три вещи параллельно надо развивать. Тема, на которую никто не спорит, на которую есть единогласное мнение, это о том, что кадровый дефицит в стране, именно в нашей отрасли, имеется. В ближайшие несколько лет, благодаря переменам подготовки специалистов в сфере туризма, на рынок Казахстана поступят более тысячи новых профессионалов. Ожидается, что именно их опыт и компетенция смогут вдохнуть новую жизнь в индустрию отдыха нашей страны.